Коль скоро мы находимся в стенах Московского университета, должны придерживаться научного подхода. А в научном подходе главное это экспериментальная проверка тех или иных теоретических концепций. Экономистам редко удается ставить эксперименты, но вот перед нами результат уникального мере эксперимента. На этой картинке показано вес экономики России и Китая в мировой экономике. Мы видим, что начинались реформы у нас, где мы находились примерно в одинаковом положении с точки зрения системы директивного управления экономикой. Начинались примерно одновременно. Россия тогда весила больше, чем китайская экономика. На сегодняшний день вы видите, что китайская экономика весит уже почти на порядок больше, чем российская. Поэтому спор между либертарианцами и дирижистами можно считать завершенным. У нас почему-то либертарианцев называют либералами, хотя на самом деле вот та концепция, о которой Константин Анатольевич говорил, она чисто либертарианская. Пока мы блуждаем в трех соснах Вашингтонского консенсуса, сегодня под флагом таргетирования инфляции, в ожидании, что невидимая рука рынка нас куда-то выведет из этого блуждания между тремя соснами, китайские товарищи взяли рыночные механизмы, не знаю, в ежовые рукавицы или в бархатные рукавицы, но так или иначе они заставили рынок работать в интересах экономического роста. И мы видим потрясающий результат. Когда рыночные механизмы настроены таким образом, что они обеспечивают рост производительности труда, рост эффективности, рост инвестиций, самое главное, мы получаем экономическое чудо. Но для этого нужно уметь сочетать планирование с рыночной самоорганизацией. Государство должно помогать бизнесу, страховать, регулировать бизнес, таким образом, чтобы достигались максимально возможные темпы экономического роста, если мы такую задачу ставим, а именно так ставит задачу наш президент. Экономический рост в основе своей имеет научно-технический прогресс, но для того, чтобы новые технологии внедрялись, нужны инвестиции. Поэтому ключ к успеху – это максимизация инвестиционной активности в новых технологиях. Достигается это во всех странах мира за счет расширения кредита. И секрет этого экономического чуда заключается в том, что все страны, которые добились успеха, Россия совершала рывок несколько раньше, в конце 19-го, начале 20-го века, тогда же рывок совершали Соединенные Штаты, затем Япония и Европа после войны. Секрет всех этих экономических чудес заключается в умелом регулировании процессов экономического развития посредством создания кредита для финансирования инвестиций в передовых технологических направлениях. Вот мы видим, что все, без исключения примера экономического чуда, сопровождаются резким ростом накопления в экономике. Президент нам поставил задачу довести норму накопления до 27% уже к этому году. Пока мы, к сожалению, очень далеки от выполнения этой задачи, которая не является нереалистичной. Обратите внимание, Китай сегодня уже устойчиво превышает норму накопления 40%. У нас норма сбережений примерно в полтора раза выше нормы накопления. То есть если бы наши кредитные институты работали как положено, то есть обеспечивали бы доведение сбережений до кредиторов, которые хотят организовать инвестиции, темпы роста у нас были бы, наверное, не полтора процента, а 2-3% и выше. Значит, за счет чего финансируются инвестиции? Ну, в развитой экономике они финансируются за счет сбережений, конечно. Но когда экономика слабо развита, а нас она изрядно деградировала за эту четверть века, мы видим пример стран, которые стартовали тоже не с самого хорошего уровня. Это были бедные страны перед началом экономического рывка. У них население не имело сбережений особых. Государство само создавало кредиты. И целевая кредитная эмиссия была главным механизмом финансирования инвестиционной активности, вслед за которой шел экономический рост. Чем развитируется у вас экономика, тем меньше значение целевой кредитной эмиссии. Но в российской экономике сегодня практически других источников нет. Конечно, есть сбережения населения, но население у нас сколько имеет сбережений, столько набрало потребительских кредитов. Поэтому население уже, к сожалению, перестало играть роль инвестора. В нашей экономике государственные банки, да, остаются, но ведут себя как коммерческие банки. Банки развития весьма незначительны по своим объемам. В общем, нам необходимо сегодня создавать механизмы целевого кредитования инвестиционной активности, в освоение передового технологического уклада. Однако вместо этого мы все глубже и глубже проваливаемся по инвестиционной активности. Замечу, что уровень инвестиций сегодня в России в два раза меньше, чем был, объем точнее, в два раза меньше, чем был в Российской Советской Федеративной Социалистической Республике четверть века назад. И продолжает падать. То есть мы работаем примерно на половину того объема инвестиций, который необходим для нормального воспроизводства экономики. Посмотрим же, как другие страны разбираются с этой проблемой. Пример экономического чуда Китая с точки зрения финансирования экономического роста представлен на этой картинке. Деньги в Китае создаются, как и у нас, частично под пополнение валютных резервов, но есть огромный поток, который направляется на кредитование государственных банков, который затем эти деньги доводит до производственных предприятий в соответствии с приоритетами, которые устанавливаются центральным и региональными правительствами. Результат вы видели. Соединенные Штаты активнейшим образом используют кредитную эмиссию для финансирования дефицита бюджета. Объемы гигантские, сейчас вы увидите цифры. Практически вся эмиссия долларов направляется на финансирование американских государственных расходов, и в той мере, в которой мы этими долларами пользуемся, мы являемся их кредиторами. Наша денежная политика устроена совершенно примитивным образом. Деньги создавались до последнего времени в основном на 80% под покупку иностранной валюты, но как только нам ввели санкции, этот поток, главный поток формирования денежного предложения в России и за границей иссяк. И теперь наш центральный банк имеет вот такие небольшие ручейки кредитования экономики через операции рефинансирования. Это краткосрочные операции РИПО, по которым деньги выдаются на одну неделю под огромные процентные ставки, о чем говорилось уже, и эти деньги неинтересны для реального сектора, их нельзя использовать для инвестиций, их можно использовать для финансовых спекуляций. Несмотря на падение инвестиционной и экономической активности, мы наблюдаем, что центральный банк сжимает количество денег. Я уже говорил о том, что главный источник денежного предложения со стороны внешнего мира у нас иссяк. Российские банки и корпорации отдали 200 миллиардов долларов займов, которые они использовали до введения экономических санкций. То есть на 200 миллиардов у нас сократилось количество денег из внешнего источника. Центральный банк действует аналогичным образом. Он, подняв процентные ставки, вынуждает коммерческие банки возвращать кредиты, которые предприятия не могут брать по таким ставкам. Если у нас средняя рентабельность 5% в обрабатывающей промышленности, понятно, что чем брать такие кредиты, лучше отказаться от производства. Собственно говоря, в этом и есть рукотворность кризиса. Когда подняли процентные ставки, соответственно, у предприятий два варианта действий. Либо сократить производство, вернуть кредиты, либо переложить процентные ставки на потребителя. И таким образом мы оказались в той стокуляционной ловушке, которая приобрела действительно хронический характер. Так вот, Центральный банк за три года, вы видите, изъял 6 триллионов рублей из экономики. Это дополнение к тем 200 миллиардов долларов, которые ушли западным кредиторам. Другая экзотическая вещь, которую нигде в мире, так сказать, среди развитых стран мы не видим, свободное плавание курса валюты, создали просто настоящий клан-дайк для финансовых спекулянтов. Процентные ставки мы видим, что в России носят абсолютно маргинальный характер. Нигде в мире экономика не работает под таким процентным ставкам. То есть политика, которую наши денежные власти проводят, носит явно экзотический характер. Она противоречит всему сегодняшнему мировому опыту. Почему все страны мира сегодня дают дешевый кредитный поток в экономику? Потому что мир переживает структурную перестройку, формируется новый технологический уклад, требуются гигантские инвестиции для освоения передовых технологий. И для того, чтобы не проходить вновь через Великую депрессию, как это было в 30-е годы, западные и восточные наши, так сказать, партнеры сегодня активно прибегают к денежно-промышленной политике. Они снабжают экономику дешевыми длинными деньгами в огромных объемах. Вы видите, что количество долларов увеличилось всего лишь за 8 лет почти в 5 раз. Более чем в 3 увеличилось количество японской иены. Китай увеличил свою денежную базу тоже более чем в 3 раза. То есть все страны мира, кроме нас, расширяют кредитование экономики, потому что переход к новому технологическому укладу – это гигантские риски, это гигантская потребность в инвестициях. Предыдущие кризисы такого рода оборачивались депрессией 30-х годов, знаете, чем это кончилось, структурным кризисом 70-х годов. Но вот сейчас изобрели способ расширения кредита для стимулирования инвестиционной активности. У нас же, как я уже сказал, созданы условия для обогащения спекулянтов. Пользуясь выражением Александра Бузгалина, вот мы сейчас в два слова, а чьи же это рога торчат в этой самой экономической политике? Я не согласен, что это рога номенклатуры. Кто у нас бенефицары этой политики? Финансовые спекулянты, которые манипулируют курсом рубля. Второй бенефицар этой политики сидит за границей. Российская экономика уже два десятилетия с лишним выступает донором мировой финансовой системы. Мы сами денег не создаем, вынуждаем наши корпорации идти за границу, брать кредиты там. В итоге попадаем в ловушку неэквивалентного внешнеэкономического обмена. Что нужно делать? Когда нас пытаются критиковать, что люди предлагают напечатать деньги, это неправда. Как раз печатанием денег занимались наши денежные власти и продолжают заниматься. Денежная миссия идет. Вопрос, куда эти деньги уходят? Мы видим, что попытки залить кризис с деньгами в 2008 году и затем в 2014 году кончились тем, что коммерческие банки, получив деньги от центрального банка, просто перевели их в валюту. То есть сыграли против рубля, присоединившись к валютным спекулянтам. Потому что такие условия созданы центральным банком. Зачем вкладывать в реальный сектор, если на манипулирование курса можно получать фантастические проценты? Поэтому и банки ведут себя, берут государственные кредиты, которые создает центральный банк и уходят на валютный рынок. Поэтому дело не только в том, что нужно дать эти недостающие примерно 8 триллионов рублей, которые были изъяты из экономики. Надо уметь их дать. Поэтому целевое использование кредитов – это необходимые условия программы экономического роста. Продолжение следует...